ребят всем привет сейчас вам хочу показать сумку которой уже три года эта сумка со мной проехала полмира образно 44 континента проехала сумку я эту заказал три года назад может чуть больше может чуть меньше за где-то 15 долларов что мне в ней понравилось у нее влазил тогда ipad тогда только появились айпэды спустя может год они появились и вот сейчас вот я вам хочу показать вообще про эту вот всю сумку рассказать то есть какие у нее нюансы стоит она 12 или 13 сейчас долларов я потом скину ссылку есть разные модификации самый смысл который хочу донести то что она живет до сих пор казалось бы 13 долларов сумка стоит а живет уже несколько лет какие нюансы пони сначала вам расскажу что внутри да то есть внутри вот такой вот карман обычно я сюда кидал телефон если там магазин шел говорил по телефону кинул сюда телефон потом его быстро отсюда достал если я перемещаюсь куда-то далеко телефон и всегда ложил сюда чем не то сумка нравилась тем что у меня шорты которые без карманов в это время были то есть и я специально брал эту сумку чтобы она была помощником как бы карман ну карманы можно было вот сюда я обычно ложил телефон застегивал и все то есть если телефон надо мне прямо сейчас взять я кидал его сюда дальше идем здесь внутри здесь внутри есть внутренний карман сюда я обычно ложил либо деньги либо еще что-нибудь сейчас вот здесь ручка у меня лежит вот здесь можно ключи также ложить что-то такое ну сокровенное можно сказать да ну и конечно здесь вот внутренний карман такое достаточно сюда вмещается ipad 3 старой версии ipad 64 гигабайта который вот мне не помню уже какой год но третья ipad сюда вот входил легко я ее никогда вот так вот не застегивал никогда может раз третья только как застегиваю вот обычная просто так накрыл все через плечо и пошел носил я ее всегда и ношу ее всегда на вытянутой вот такой вот шлейки то есть можно ее укоротить достаточно нормально держит то есть здесь вот укоротил идешь да вот сам факт что эта сумка знаете как вот я думаю ребята меня поймут такая сумка как вот кожаная куртка в которой ты первый раз получил транзюлей то есть которая была где-то ободрана которая прошла с тобой огонь и воду точно так же отношусь и к этой сумке поэтому ее выбрасываю себя не хочу она для меня как как артефакт теперь смотрите дальше какие по ней нюанс вот это я специально сейчас делаю видео чтобы вам показать этот нюанс ведь вот вот это ее минусы это минус 1 до этого был минус еще здесь мне пришлось вот отклеивалась вот эта вот штука мне пришлось здесь я это все проклеивал просто обычным год обычным клеем момент вот я вам показываю со временем от влаги она отклеивается то есть я вот это проклеил вот этот я проклеил раза может уже два но надо будет проклеить еще раз вот это отвалилась уже давно но я ее не проклеил она мне не мешает абсолютно пофиг но вот главное вот проклеивать вот эту все проклеиваешь ходишь дальше внешний вид как бы вы видите не страдает это не кожа пишут они что это кожа это далеко не кожа это непонятно для меня материал какой-то вот это может быть она вряд ли тоже кожа но в принципе все что я хотел рассказать просто сам смысл что для меня я считаю сумка очень даже достойная вот за три года за три года вот она порвалась вот здесь вот ну и что и вот и вот здесь вот вот я говорю что она была в разных ситуациях вот я оставлю описание оставлю магазин именно где заказывал там есть сейчас много разных других вариаций вот после видео вот это я проклею положу какой-нибудь пресс но она проклеится и будет дальше мне служить столько сколько мне я думаю надо будет вот внизу я оставлю описание то есть в описании оставлю ссылку где ее можно заказать в принципе почему я решил решил записать это видео на самом деле я удивлен что эти сумки до сих пор в продаже и как сейчас говорят люди в тренде да то есть она в теме эта сумка вот и поэтому я не удивлен почему она как бы в тренде почему она в теме в том что действительно она того достойно вот если реально ее обслуживать как можно обслуживать любую свою вещь там машину то мотоцикл точно так же эту сумку грамотно обслуживать она будет служить вам очень долго и оставлять позитивные эмоции ребят желаю всем удачи